Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 26 октября 2019 года. Я приглашаю вас в путешествие по кроличьей норе. Усаживайтесь поудобнее, пристегните ремни. Если что будет непонятно, не обессудьте. Это кроличья нора. И куда она приведет, я сама не знаю. Знаю лишь, что остановлю видео, если пройдет более 30-40 минут. Вот путешествие виртуальное, но почти виртуальное, и вреда никому не принесет. Итак, вперед! Начнем с малой скорости. Тема будет звук и то, что имеет к нему отношение из материальных вещей. А также лингвистика, расшифровка слов, звуков, значений. Заглянем в кроличьи нору. Будем идти по звуку, звучанию, слов, слогов. Куда это нас приведет? Не знаю. Оттолкнемся от слова «пищаль». Пи-щаль. Что сразу всплывает в памяти? Какие образы нам навязали? В детстве, в юности, в школе, в институте, вообще по жизни. Пищаль – это огнестрельное оружие, правильно? А вот у меня ассоциация мгновенно возникла связь со звуком. Ведь слово, его звучание, прямо адресует к звуку. Пищаль – пищит. Писк. А что такое писк? Тонкий, высокочастотный звук. Возможно, ультразвук. Например, писк комара. Узнали? Или писк летучей мыши. Летучая мышь своим звуком безошибочно сканирует пространство и ориентируется в кромешной тьме радиолокации. А писк комара по высоте своего тона и силе звука лежит на пределе воспринимаемых человеческим ухом частот и уровней громкости. Если пищаль – это огнестрельное оружие, то почему его так назвали? Я стала искать информацию о связи со звуком пищалей. Ноль. Только оружие. Хорошо. Изучаем характеристики. Официальная версия. Цитаты. Урок удерживала специальная деталь шептала. О, интересно. Еще одна звуковая деталь. Если охота проводилась для всей царской семьи с приглашением иноземных дипломатов и гостей, то выезд отличался особой торжественностью и многочисленной свитой. Во главе процессии ехали вооруженные всадники, которым сабли, пищали и другие предметы оружия выдавались из оружейной палаты. За ними везли государеву оружейную казну, где особо ценное оружие было уложено в чехлы из дорогих красивых тканей. Ну, понапридумывали нам. Сама пищаль. Курок удерживает шептала. Узнаем, что такое шептала. Справка. Шептала. Часть ударно-спускового механизма огнестрельного оружия, удерживающая курок или ударник, опять звуковое слово, на боевом или предохранительном взводе. Для производства выстрела шептала выводится из зацепления с боевым взводом. То есть изначально кто-то нашептывал, и оно стреляло. Шептуны нашептывали на курок. У курок. Не иначе волхвы шептали. Они же волшебники. С немецкого «чьёрт побьери» Вот откуда произошло слово «волшебник». Это так, между строк. Шептала, шептала, курок спускала, потом молчала. Слово «серебро», «молчание» с золота. Мы пойдём по серебро. Посеребрите ручку. Появилась откуда-то не возьмись цыганка. Стала попрошайничать. Отдали ей серебро, слово. Себе «молчание» золото оставили. А на груди у неё блеснул значок «ударник коммунистического труда». Итак, цыганка. Цыганка. Возьмём энергию цы, движение га, а н и к чёрное. Смерть оставим. Цы, справка. Цы – русская запись современного китайского цы. И графически передаётся различно. Одно из трёх сокровищ даосизма. Стихи подразделяются на своеобразные циклы, в каждом из которых мелодия предопределяет размер чередования тонов, строфику и рифму. Опять у нас звуки. И ритм, и тон. Всё имеет отношение к звуку, к звучанию. Но что-то забыли, пропищали. А там же есть ударник, который удерживал, шептала. Сняли ударник. Он превратился в залихватского весёлого молодого музыканта-барабанщика. Возьмите с собой, говорит. Я ударник, я вам пригожусь. Ну что ж, возьмём. Всё, что со звуком связано, берём. Так вот, что означал значок у цыганки ударник социалистического труда. И ударник-музыкант играет на барабанах. Это был знак. А теперь путь вперёд, а то застряли в самом начале кроличьи норы. Все с нами или уже есть кто убежал? Ряды поредели? Остались самые смелые? Идём путём дорожкой, начиная темнеть. Тучи сгущаются. Вернуться или продолжать? Нужен знак. Желательно звуковой. Мы ж на поиске звука идём. Вдруг опять пропищала пищаль. О чём поёшь, моя пищаль? Ой, печаль. Печь, аль, ал. Пища, аль, ал. Пища, ала, в печи, ала. Знак прозвучала. Идём дальше. Что или кто такой аль, ала? Поговорим как-нибудь в другой раз, когда пойдём путешествовать через порт-тал. Порт-тал. Прошли через порт-тал, вышли на опушку, перед нами поляна. На ней стоит избушка на курьих ножках, а в ней баба-яга. Кто же ещё хочет бросить в печь? Аль, братцы Иванушку, которые принесли, украли гуси-лебеди. Да нет, вот она, бабушка, сидит на крылечке, грустит. Здравствуй, бабушка, чего грустишь? Да вот, гуси улетели, сказали, что им тут скучно и холодно уже, зима скоро. Куда ж они улетели? Да в Ватикан, сказали, там тепло, там у Джулии погостят. А братец Иванушка, что с ним? А чё ему здеется? Чай осень на дворе, домой уехал, к родителям и сестре Лени. Школу пойдёт в первый класс. А вы куда, соколики? Чего плутаете? Или отделом мытаете? Да мы вот тут по звуку идём, ищем значение слов. Заблудились немножко? Эй, мелкие, по звуку одному трудно здесь искать. Нате-ка вам планшет из-под фартука в руке скрюченной. Блеснул новенький планшет. Он образы вам будет подсказывать. Вот Ленка в прошлый раз подарок привезла. А на кой он мне? Я и так всё знаю. Напрямую с космосом общаюсь. Вот спасибо, бабушка. А как же зарядка? Есть к нему? А как мы тут в лесу, да в кроличьей норе его заряжать будем? Бабка закряхтела, головой затрясла. Оказалось, захихикала. Смеётся. Вот ведь смешные. Вы же в волшебном лесу. У вас вон и шептало есть. Пошепчите на планшет. Дай ему образ, подскажи. Он вам голограмму и покажет. Вот спасибо. Ну мы пойдём, бабушка. Счастливо оставаться. Идём и думаем. Чего эти гуси Ватикан полетели? Кто такая Джулия? Шепчем планшету. Подскажи. Глядь, в воздухе дымка образовалась. Сгустилась в картинку. Вроде город старый. Картинки мелькают. Пейзажи, море, дома, дворцы. Внутри дворца женщина красивая. Шепчет, шептала. Это Джулия, любовница папы римского, 16 век. А гуси тут при чём? А вот картина. На сводок дворца Джулии. Гуси-лебеди летят, а внизу под ними два мальчика маленьких. Ах, гуси-лебеди, не так вы просты, как в сказках. Да и на картине во дворце Джулии, в этруском дворце, что вас в Ватикан-то занесло? Или вы по всему свету мальчиков воровали? О гусях ещё поговорим, а пока движемся дальше. На телеге. А на какой телеге мы движемся? Сама едет, сама правит, скрипит колёсами деревянными, не смазанными, прыгает на кочках, того, гляди, развалится. Так мы далеко не уедем. Вот так нам трактуют словари Сло-вари, вари слово, телега, по которым работают все официальные лингвисты, учителя. Словарь Ушакова, Ожегова, телега. У Ушакова телега, телеги, женский род, крестьянская, четырёхколёсная повозка. У Ушакова телега, женский род, четырёхколёсная повозка для перевозки грузов живой тягой, запрячь лошадь в телегу, пропадимая телега, все четыре колеса, о безвыходном положении, а также рискованном решении, трудную минуту. То же самое с жалобой. Накатать телегу на кого-то, то есть донос. А так нам её рисуют. Образы. Да и мы все, конечно, знаем, что такое телега. Правда ведь? Все знаем, что такое телега. Какой образ возник у вас в голове при слове телега? Такой или такой. Из-под земли вырос старичок-боровичок. Поздоровались мы с ним, а он и спрашивает. Куда путь дорогу держите? Да вот идём в кроличьи нору, по пути звука, ищем значение слов. А, сталкеры, значит. И много нашли. Ещё не всё. А почему сталкеры? Сталкеры? Потому что идёте в неизвестном мире. В неизвестное. Старичок подсокол языком, говорит. Ребятушки, там гать впереди. Вы через неё не переберётесь на такой развалине. А как же нам быть, дедушка, подскажи? Улыбнулся старый дедок, ростом с грибок. А вы её переименуйте. Исчез. Сквозь землю провалился, будто не было. Чудеса. И впрямь подсказка. Как говорится, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Может, и мы неправильно телегу называем. Что у нас там по факту? Разберём, расшифруем. Телега. Те-ле-и. Слог га. Га – движение, знаем. А вот слово теле. У Ушакова так трактуется. Теле. Первая часть составных слов – значение направленной вдаль. Например, телеграф, телефон, телескоп, телевидение. Второе. Первая часть составных слов – значение прилагательное к телевидению. Например, телепередача, телеизображение, телецентр. Слова, где в корне есть теле. Телефон, телеграф, телевизор, телепередача, телескоп. Всё понятно. Так как они слово «телега» пропустили или намеренно исказили смысл слова? После того, как устроили катастрофу и все технологии были утрачены? Телега. Га – движение. По теле, мосту, через гать. А тут уже слово «тело» появилось, подсказывает, подталкивает. По ожигову – это так. Да и мы все знаем, какой образ при слове «тело» возникает. Ну, у каждого свой. Своё тело. А что, если слово «тело» – это «теле», космический корабль, индивидуальный, аватар, способный ко всякому телепорту, перемещению в пространстве, мгновенно и в любую точку мироздания? Но нет, по этой тропинке мы не пойдём, иначе заблудимся. Мы идём по звуку, и тема наша – пищаль. Итак, «теле» передаёт всё и видео, и звук, и текст. Телега. Га – движение. Теле далеко и быстро. Благополучно телепортировались через гать, приземлились, оказались в дремучем лесу на узкой тропинке. Идём друг за другом цепочкой мимо раскидистого дерева, а на ветке в густой кроне дремлет соловей-разбойник. Соловей, соловей, пташечка, канаричка жалобно поёт. Тут и остановимся, привал небольшой сделаем, поговорим с соловьём, порасспрашиваем о житье, бытье. Всё просто. Соловей-разбойник, слушайте, вслушивайтесь слова в звуке. Соловей-разбойник – это раз-бой-ник. Раз – это один единственный, первый бой, он же вой. Отсюда слово война, потому что воют на противника, понятно? Ник – это ник. Такой псевдоним. Псевдо-эн-им. Заменитель имени. Маска, ширма, иллюзия. А буквы «Н» спрашиваем. Что непонятного? Посмотрите на неё. Это переход, мостик. Сцепление, как у вагонов. На схемах рисуют, видели? Ну, может быть, похожим, похожим. Соловей-соло. Единственный, опять же, первый солист-вокалист. И вей. Развевай, распространяй, гони волну. Рэй Брэдбери, помните мои фильмы, что прикрыли словом Брандмауры? И не так страшен масон, как его сглаз. Посмотрите, это интересно. Это будет интересно тем, кто любит ребусы, расшифровки слов, символов, значений. Итак. Соловей. Соло-ве-е. Распространение звука, если технично. Волновой звуковой удар. Соло-веет. И раз-бой. Годится лишь для одного раза. Если с первого раза не уложил, всё, сила закончилась. А что там в наших сказках? Где встречаются ещё соловьи-разбойники? Оказывается, толком учёные-мужи ничего не знают. Мы-то думаем, что это какой-то древний эпос, легенды, откуда-то издревле, издревле пришло. Так, так нам это представляют, так нам это внушают. Я так думала. А первое упоминание, оказывается, встречается у Мельникова-Печорского. «Происхождение образа. Легенда о Соловье найдена Мельниковым в одном из рукописных сборников XVII века и опубликована в Нижегородских губернских ведомостях в 1845 и 1847 годах». Так, на секундочку. Возможно, это и опубликовано, я не знаю. Но здесь такой нюанс, потому что это пишет Википедия. И как интересно пишет. Вот обратите внимание, Мельниковым найдено из рукописных сборников XVII века. То есть проверить это никак невозможно. Может быть, были эти сборники. Кто писал эти сборники. А может быть, это все придумали. В Нижегородских губернских ведомостях. Опять-таки, есть ли, можно ли посмотреть, сохранились ли эти ведомости. Вообще, печатались ли они в это время. Может быть, они и печатались, но сохранились ли. Потому что что дальше, как это пишет Википедия? «Оно, предание, живет доселе в памяти народной и найдено нами лет 20 тому назад». 1867 год. То есть на 1867 год они пишут, что найдено нами лет 20 тому назад. А пишут они, в 1867 году фиксируют это где-то. Это передает Википедия, откуда-то собирает, то есть где-то. Опять-таки, значит, это было 20 лет назад. А может быть, не было. В одном рукописном сборнике 17-го столетия. Что за сборник? Во времена стародавних, где теперь стоит Нижний Новгород. Дальше пишут они. «Жил знатный, сильный мордвин по имени Скворец. Он был друг и товарищ другому, такому же знатному, такому же сильному мордвину, соловью, тому самому, что связан был Ильей Муромцем». А Илья Муромец, он там где-то в Киеве оказался и встретил этого соловья-разбойника где-то в Киеве. Ну, наврали, переврали. Дело в том, что, видимо, отзвук этого соловья-разбойника, что как явление это, возможно, было. Только всё остальное притянутся за уши. Итак, никаких сказок. А у Мельникова-Печорского первые упоминания, они относят к дате 1867-20 лет. Я повторяю, по моей версии, 1867 – это после переходного периода, после «Глина засыпа». Все так называемые сказки придуманы. Получается, позже, во второй половине XIX века, все так называемые народные сказки. Ох, непростая ты Нижегородская область. Сколько тайн она хранит, и нам надо их раскрыть, одну за одной распутать клубок. А ещё в романе Мельникова-Печорского «В лесах» излагается утопическое, на секундочку, сказание о подводном граде Китежи. Это озеро Светлояр. А вот это вам и круглые озёра. Смотрите серии моих фильмов «Круглые озёра Тверской области», где я как раз упоминаю Светлояр. И что эти круглые озёра находятся, по интересному совпадению, очень многие на прямых линиях над них. Так что же мог означать такой персонаж, как Соловей-разбойник? Опять-таки, возвращаю вас к серии своих фильмов «Египетская сила». Кто такой бог Ра? Да-да, работы проделаны очень много, и всё заодно цепляет, одно за другое, связано одной ниткой. Характерная особенность Соловья-разбойника – это свист такой, что дыбы с корнем вырывало. Значит, такую звуковую волну поднимал, что встали ураганы – климатическое звуковое оружие. Посидели под дубом, отдохнули, посмотрели фильмы. Пора. Попрощались с Соловьём-разбойником и отправились дальше. Ведёт нас тропинка. Далеко ли, близко ли, Через поля, луга, дворцы И садовые участки, Через чащи лесные. Глядь, а в синем небе летит стая белых гусей-лебедей. И на шее одного гуся сидит мальчик маленький, Держит в ручках музыкальный инструмент. Да это ж гусли! У нас путешествие по звуку. По другим тропинкам мы сегодня не пойдём, Нас ведёт звук и звукообразы. Гусли, гусли, гуси-лебеди, гусары, гус-ары, арии, ария. Так это вокальная партия. Так это вокальная партия. Ария. Вок-ал, бок-ал. Вспомнили и портал, и печь-ал, И пищаль, пища-ала. Баба-яга и гуси-лебеди. Гуси-лебеди украли мальчика у сестрицы Аленушки. Русская сказка. А мимо гуси-лебеди... А мимо гуси-лебеди любовь мою несут. Пора прибиться к берегу, да волны не дают. Помните такую песню у Юрия Антонова? Вспомним гуся Мартина и маленького уменьшенного мальчика Нильса. Если бы был это реальный гусь и реальный обычный мальчик, то никакой гусь, никакого мальчика никуда не унесет. Гусь должен быть огромным по сравнению с мальчиком. Гуси-лебеди-гусары, эскадрон гусар-летучих – это могли быть технические военные объекты. Смотрите, кто такой Бохра. Серия моих фильмов «Египетская сила». Нильс и гусь Мартин на льдине встретили стаю диких уток, улетающих в Лапландию. Английский корабль «Миранда» разрушает город Колу, столицу русской Лапландии, 23 августа 1854 года. Колло – кол. Звук, вибрация, круг и шест. Кол – первый, единица. Мужское, женское, энергия – ци. А соловки на Кольском полуострове – соловки, соловей, партия, соло, единственный, главный, отсюда солист, передовой. Английский корабль «Миранда» не смог ничего сделать с соловками. Соловки, опять же, у нас тут. И, разозлившись, он сжег город Колу. Но, по крайней мере, так это было сообщено в английских газетах. Звук, форма кола – кол, соло, солист, соловки, соловей. Соловки отпугнули английские корабли. Соловей-разбойник свистнул. И ураган такое поднял, что ушли несолоно хлебавшие. Вот городу Колу, столице Кольского полуострова, не повезло. Сожгли его пираты английские. Хотя информация из источников разная. Например, английский текст, он такой. Небольшая эскадра в июле 1854 года была послана на Белое море для уничтожения российского судоходства и береговых укреплений русской Лапландии. Напоминаю, это так называемая Крымская Восточная война. 23 июля город Новицка, вероятно, имеется в виду Соловецкий монастырь, был атакован и сожжен Мирандой и проворном. 23 августа Миранда бросила якорь неподалеку от Колы, столицы русской Лапландии. На мачте был вывешен флаг перемирия, требующий сдачи крепости, гарнизона и государственной собственности. Всю ночь команда оставалась на своих местах. Но утром ответ с берега так и не был получен. Флаг перемирия был спущен, и судно, приблизившись к берегу на 250 ярдов, открыло огонь ядрами и картечью. Был высажен десант под командованием лейтенанта Маккензи и помощника капитана мистера Менхорпа, которые, командуя матросами морской пехоты, со шпагами в руках отбросили врага от батареи и захватили пушки. Сильный огонь по ним был открыт из башен монастыря, но вскоре они вытеснили гарнизон, который обратился в бегство. Монастырь вместе со всеми зданиями и государственным арсеналом был охвачен пожаром и полностью уничтожен. Кола находится в 30 милях вверх по реке с очень сложной навигацией, с сильным течением и часто настолько узкой, что едва хватает места для поворота судна. Также капитан Лайенц имел ненадежные сведения о численности врага, но ничто не могло остановить его решительные действия, и в итоге, как мы видели, он был вознагражден полным успехом. Принимая во внимание столкновения с создавшимися трудностями, это был один из наиболее отважных поступков, показанных моряками на севере. Осенью Миранда вернулась в Англию и оттуда направилась на соединение с английским флотом на Черном море. А вот как трактуют это же событие с нашей страны. О нападении англичан на Колу Донесение Шефу жандармов, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Орлову Сейчас получено донесение архангельским военным губернаторам из города Колы, что 11 числа сего месяца подошел к городу Коле английский пароход Миранда и требовал сдачи города, но находившийся там в это время принявший команду адъютант архангельского военного губернатора лейтенант Бруннер решительно отказал неприятелю в этом требовании. Тогда с прохода был открыт огонь по городу каленными ядрами, бомбами, гранатами. Кроме того, неприятель несколько раз покушался сделать высадку, посылая к берегу барказы с вооруженными людьми, но всякий раз был отражаем лейтенантом Бруннером с 50 человеками кольской инвалидной команды инвалидной команды при помощи вооруженных жителей Во время боя возобновившегося 12 числа усиленным неприятельским огнем сожжено около 110 домов, две церкви, из коих одна каменная, хлебные соляные магазины и теперь в городе Коле осталось только 18 домов и для продовольствия жителей хлеба на два месяца. Убитых и раненых с нашей страны не было, а контужен один и ушиблено два человека, о чем имею честь вашему сиятельству донести полковник Соколов. Ссылка будет дана в описании. На сегодня завершим поход в кроличью нору, выходим из виртуальной реальности, возвращаемся и еще раз посмотрим на пищаль, как нам говорят, огнестрельное оружие. В ютубе есть ролики по реконструкции, как стреляли из пищалей, но что я увидела? И вопрос, а что это? Просто бахнуть? Прицела нет. Кто-то должен засыпать кортечь, потом зажигать фитиль и аккуратно поджигать. Бахнуло. Может и в лицо стрелку попасть. Куда полетело, неизвестно. Короче, ни о чем. Пока ружье заряжают, поджигают, тут басурмани со своими сабельками и голову отсекут. Нет, не верю в реконструкцию. В этой реконструкции палка деревянная, легкая и трубка. И вот вам пищаль. Давайте посмотрим таблицу веса. Энциклопедия стрелкового оружия. Итак, на XVI век нам пишут характеристики. Ранее образцы этого ручного, я фиксирую внимание, ручного огнестрельного оружия мало чем отличалось от артиллерийского. Калибр ручных пищалей ранних выпусков от 20 до 42 мм. Длина ствола 170 до 657 мм. Масса оружия от 2,5 кг до 10 кг. На секундочку представьте. Ручными использовавшимися для вооружения пеших воинов калибр 20-29 мм. Длина ствола 600 до 850 мм. Общая масса 8-9 кг. Для вооружения пеших воинов. Доспехи пробивались на дистанции втрое больше, чем из-за аркибузы. А залповый огонь мог вестись до 200 м. Следующее. Завесными для вооружения кавалеристов. Калибр 17-15-17 мм. Длина ствола 600 до 870 мм. Масса в 7 кг. Вооружение кавалеристов. То есть он должен скакать и стрелять. Он 7 кг на скаку будет держать или как? Дальше. Затинными. Интересное название. Затинными. Калибр 20-23 мм. Длина ствола 1080-1250 мм. Масса 13-20 кг. Большую толпу врагов стрельнуть из такого можно было с 300 метров. Плюс еще метров на 100 действовала картечь. Это значит такие тупые враги, что они будут идти толпой, зная, что по ним будут стрелять из вот этих штуковин. И в толпу 100% попадет, то есть кого-то там зацепит. Значит, умные люди, они должны рассредотачиваться. И тогда куда полетит эта вообще картечь? Просто в пространство, в чисто поле. Это как? Это что за ружье такое? Непонятно. Даже я, не будучи военным человеком, у меня просто вопрос за вопросом. Итак, в Азии от Турции до Китая крепостным ружьям уделяли много внимания с конца 16 до начала 19 века. Значит, 300 лет ничего не менялось, получается. Азиатские гладкие крепостные ружья, почти сплошь фитильные, фитильные и заряжаемые со ствола. Иногда имели стволы и калибр 20 мм. Длина ствола 110 калибров, вес оружия 25-30 кг. Прицельная дальность 300 м. 25-30 кг. Это, ну, пушка такая, артиллерийская. Другим вариантом азиатского крепостного ружья было гладкое для стрельбы к артечью, калибр 26-30 мм, длина ствола 68 калибров, вес оружия не более 20 кг, дальность стрельбы 100 метров. Это вот, ну, люди военные, просто сами представьте эту ситуацию, что из вас вот эта тяжелая штука, которую просто так не сдвинешь, которая весит около 20 кг, стреляет всего лишь на 100 метров. Да пока он ее будет заряжать, подносить этот фитиль, за 100 метров просто прибегут и отвернут ему башку. Любому вообще. Это как? Это что за оружие? И почему никто на этот бред внимания не обращает? И опять звучит звук га, гакнуть. Напомнил о себе. Затинные пищали назывались гаковницы, появившиеся в середине 15 века, фактически являлись малокалиберными пушками. Этот вид оружия, этот вид ружей с двумя номерами расчета и необходимостью использования сошки употреблялся в России до конца 19 века для обороны крепостей. Вот оно как гахнет! А как же пищаль? Она же пищать должна! Ну, еще немного информации. 15 августа 2018 года в моей группе «Искажение истории, что естественно» ВКонтакте была тема по пушкам, пищалям и русской надписи на этих пушках. Пушки находятся в Швеции. Надпись расшифровали общими усилиями. Божию милостью. Там дальше непонятно. Я царь и великий князь, государь всея Руси. И дальше начало второй надписи. «Сделано сия пищаль». Смогли прочесть в лето дело Федоровского. Общими усилиями в комментариях подсчитали, что сия пищаль могла быть изготовлена в 1609 год. В официальной версии февраль договор Василия Шуйского со Швецией за присылку 15-тысячного отряда России обещает передать Карелу. Отряд начал наступление от Новгорода к Москве, но вскоре шведы отказались участвовать в военных действиях. Возможно, Шуйский подарил эти пищали шведам. И чуть что сразу русскими землями торговать. Кем ску властям подавай? Так никаких властей не напасешься. За 15-тысячный отряд Карелу он обещал. Вот так вот. Но что-то там не срослось. Повезло Карелии и России, наверное. Кстати, если пойти посмотреть иллюстрации на 1609 год, то здесь выходят осады Смоленска 609-611. Многолетняя оборона Смоленска. Это польско-литовские войны. Для чего я вам это показываю? Обратите внимание, как нам это представляют. Как одеты солдаты. Вот таким образом. Тут же есть картинка. Пожалуйста, битва за Смоленск 1812-й. Почувствуйте разницу, что называется. Значит, 300 лет ничего не меняется. Солдаты одеты практически одинаково. 609-й, 1812-й. Еще в этом году, в июле, Галилео Галилей, опять у нас тут звук Га, Галилео, Галилей, построил свою первую подзорную трубу, оптическую систему, состоящую из выпуклой и вогнутой линз, и начал систематические астрономические наблюдения. Думаю, что это было звуковое оружие или устройство типа гиперболоида, возможно, оптическое. И не для убийства других людей изначально, а для практических целей. Например, полировка или резка каменных гранитных глыб. К примеру, у наших исследователей, так сказать, альтернативных исследователей, есть тоже свои версии. Например, что это плазменное оружие. Но это опять-таки версия. А что думаете вы, дорогие мои подписчики и зрители? Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. А тему шарат и звуковых устройств мы будем продолжать. Подписывайтесь на мои каналы, группы ВКонтакте. В Одноклассниках, в Фейсбуке. Всех вам благ. До свидания. С вами была Галина Конышева.